30 лет, как мы самоопределились, имеем свои символы, свое правительство, свой народ. Мы развиваемся, за 30 лет я появилась. Нет, не зависимость, а с первого года же. Я помню те развалины, которые были во время... Я была в Караганде в то время, это был ужас. Заводы, разбитые стекла, все такое. И сейчас вот так смотришь, красота. Испоминать не надо, я люблю Советский Союз. Все бы отдал, все честно отдал. Если государство держало людей в узде, то сейчас это немножко хватка слабла. И люди стали открываться себе, близким, миру, окружению. Стали сами чувствовать, что есть такая нация казахская, есть государство Казахстан. И гордились тем, когда про нас говорили, что ваш Назарбаев, то, что мы отказались от ядерного оружия. Это же страну поднял, как говорится. Независимо, страна стала, люди стали жить хорошо. Назарбаев каждому человеку по-разному запомнился. В одностороннем порядке, к примеру, винить в чем-то, мне кажется, не совсем правильно. Именно самим нам, гражданам, будучи недостаточно активными. Они сами ничего не делают и просят что-то. Так не должно быть. Надо работать, чему-то стремиться. Для своей страны надо что-то делать. Я и был не готов к этому вопросу, я приехал за пловом. Были деньги, но не было возможности приобрести тот или иной товар. Элементарно даже машину стояли в очереди. Сейчас это все доступно, благодаря независимости. Но для нефтяной страны, конечно, мы немножко слабовато живем. Я думаю, нас губит коррупция. Мы должны сами бороться с этой коррупцией. Не давай взятки полиции. Мы так хорошо никогда не жили. Это первое. Второе. Я думаю, что люди стали более образованные, открытые. Больше стали путешествовать. Мы получили то, чем мы хотели. Свободу, независимость. Отчасти свободу получили. Честно скажу. Стабильности сейчас нету. Мы не знаем, что будет завтра в экономике и так далее. Ничего хорошего сейчас я не вижу в этом Казахстане. Честно говоря. Как люди жили ищи, так и живут. Люди разные бывают. Кто-то видит только негатив, а кто-то концентрируется на хорошем. Э, завтра меня посадят, блин. Вы такие вопросы провокационные задаете, блин. Завтра придут, скажут, иди сюда, чах, чах, мне браслеты. Что плохого-то мы построили, в смысле. А сейчас все ходим, все вместе с казахами. Мы не делимся. Русские, казахи, турки, игуры и все. Вот он все, для казахстанцев все сделал. Молодец Назарбаев. Я очень ее уважаю, люблю. Он служил очень долго, и потом он ушел на пенсию. С одной стороны, если я скажу что-то плохое, мне скажут, а что ты предложишь, чтобы это изменить? А я не знаю, что предложить, чтобы это изменить. Поэтому я лучше буду молчать. Заводы бы строили бы, люди вот так не ходили бы, работали бы на заводе. Побольше вот такая открывали бы, чем вот эти лишние базары там, а нам, ну, купи-продай там. Нужно садить больше деревьев. Нам нужно поменять устои, нам нужно быть современнее, более открытыми к обществу. Нам нужно научиться критически мыслить. Нужно, чтобы власть слушала народ, чтобы народ, в свою очередь, тоже поддерживал власть. Ну, меня этого очень много, честно. В первую очередь, мне кажется, нужно поменять мировоззрение, вкуситься, посмотреть, как живет простой народ. Нужно все-таки наш родной язык развивать и говорить всем на родном языке, потому что наш сейчас родной язык, он заплывается. В каждой семье, я считаю, они должны закладывать вот сейчас своим детям изначально, что нельзя бросать мусор, нельзя плевать, нельзя грубить элементарно. Нужно Казахстану, чтобы каждый гражданин относился как к своему дому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!